Карина Орлова, журналист в Вашингтоне, с нами на связи. Карина, безумно рада видеть и хотим услышать и обсудить события сегодняшнего дня, ну и в частности вчерашнего. Добрый вечер. Здравствуйте, коллеги. Карина, на самом деле сегодня, когда общаемся с нашими коллегами, друзьями, которых присоединяем к нашему эфиру, когда задаем вопрос, каковы, по вашему мнению, главные акценты, которые сегодня как раз озвучил Джо Байден на сцене второго месте в Варшаве. Все все-таки говорят, что давайте все-таки вернемся к вчерашнему дню, потому что на самом деле это важный шаг был со стороны президента, со стороны Белого дома, со стороны президента США, это визиты в Киев. Я вот хочу такой вопрос задать. А это все-таки имеет определенное какое-то символическое значение? Состоялся бы этот визит после Польши, приезд в Киев Джо Байдена, либо же накануне, или все-таки, ну скажем так, тут определенного символизма нет, по вашему мнению? Ну, может быть, он и есть, конечно, потому что думаю, что на самом деле, вот если были какие-то сигналы, нет, был, конечно, контекст. Также Байден приехал и сказал все совершенно черным по белому, что мы, Владимир, обращаясь к президенту Зеленскому, он сказал, мы будем с вами столько, сколько потребуется, мы пришли и не уходим, да, это все понятно, это был четкий контекст, был подтекст, были сигналы, но посланные вовсе не Кремлю совершенно, потому что США не нужно ничего доказывать, или там что-то вот как-то строить свои действия вокруг того, что там подумают или сочтут в Кремле. Нет, сигнал был послан, конечно, европейцам в первую очередь, да, о том, что США останутся флагманом поддержки Украины, потому что без этой поддержки, ну, будет невозможно предстоять российской агрессии, потому что США очень богатая страна, у нее очень много оружия, и США являются именно, особенно Джо Байден, да, как президент, который, собственно, проводит эту политику, задает не то, что тон, да, он является локомотивом этой поддержки, если бы не было США, то не было бы единого вот этого европейского ответа, да, по многим причинам от того, что европейские страны и Евросоюз просто беднее элементарно, да, у них с бюджетами больше проблем до того, что, до там газовой, да, энергозависимости от России и так далее, и так далее. Вот, значит, поэтому, конечно, это было важно в том, в контексте того, что Байден после этого встречался с европейцами, да, то есть вот важно, что, ну, смотрите, если Байден приехал в Киев, да, в зону военных действий, куда летают ракеты российские, значит, он считает, что делает большую ставку, я, кстати, сейчас вот цитирую, только что слушала Виталия Портникова, которого я обожаю просто слушать, и он вот заметил, да, что, значит, Байден ставят на победу просто, да, на победу Украины, потому что было бы странно, если бы он считал, что Украина не может выиграть эту войну, да, или не выиграет, то, наверное, странно было бы приезжать, ну, как бы, в страну, которая потом будет побежденной, да, но в которую столько много инвестировано, в том числе лично Джо Байден, ну, в смысле, в рамках его presidential authority, президентской полномочии, да, и американцами. Так что в этом смысле, конечно, да, это было важно, чтобы он поехал сначала в Киев, да, это было важно, чтобы убедить вот своих европейских партнеров в том, что нужно продолжать помогать Украине, быть с Украиной до конца. У текущей администрации США в этом отомнений никаких нет, и, как бы, все понятно, но вот, да, в Европе периодически раздаются там разные голоса, не совсем, как бы, проукраинские, да, или там не совсем адекватно оценивающие ситуацию, да, может быть, какие-то наивные люди считают, что с Путиным можно договариваться, вот, а с ним нельзя договариваться, ну, вот, Джо Байден, собственно, все сказал. — Карина, а следующий день, вот сегодняшний, варшавский день, ты смотрела наверняка выступление, что ты скажешь об этом? Там почти все про Украину и про безумие, как он красиво сказал, психопаты-диктаторы, довольно резкое определение. — Он его и психопатом назвал, я пропустила, честно говоря, не смотрела, не было совсем времени у меня на это, но я читала, а мне вот другое понравилось, я считаю, что вот это войдет реально в историю. Мы с тобой, с вами, коллеги, еще доживем до этого, потом будем в учебниках читать. А Байден сказал, что Украина никогда не будет победой для России, никогда. Это вот, я считаю, что это хорошая эпитафия для могилы Путина, прекрасная, просто идеальная, да, лучше не придумаешь. Вот, но это если, а если серьезно говорить, это значит, что США действительно считают, что Украина выиграет. И более того, там еще такая фраза была, знаешь, загадочная, на мой взгляд. Байден сказал, что Украина сейчас подготовлена, ну, он имел в виду военную подготовку, вооружена лучше, чем когда-либо, ну, вот за этот период войны. И это было очень интересно. Я вот думаю, что может быть, может быть, я, конечно, слишком много придаю этому значения, но мне кажется, что это означает, что украинцы, ну, у них есть ресурсы, в том числе, предоставленные США и Европой для того, чтобы совершить какую-то серьезную, может быть, контратаку или что-то, да, какое-то наступление, ну, то есть, очень серьезные военные действия. Более того, я чуть-чуть, вот, то есть, СНН пишет со ссылкой на американских чиновников, которые разговаривают мне под запись, да, там, говорят, что, ну, они так говорят. Некоторые американцы считают, что, как бы, они не совсем понимают, что, значит, да, победа для Украины, да, все, как бы, и сам Байден говорит, что это то, что сами украинцы решат, да, вот, как вот, как скажет президент Украины, основываясь, да, на там украинском общественном концерте, все так и будет, но некоторые вот американцы говорят, что Украина должна какие-то военные получить, усилить свои военные позиции, вот, скажем так, да, чтобы оказаться в сильном положении в переговорах для, ну, для прекращения огня, установления мира. Я не знаю, ну, так это передать, да, и все, что написано в Сене, да, я не знаю, насколько это, там, правильно и насколько это справедливо, но в любом случае кажется, что что-то готовится, вот, и при этом все говорили, да, что вот Путин там готовит наступление, вот, а на самом деле, возможно, будем надеяться, что, на самом деле, Украина готовит контрнаступление, и оно будет очень удачным, успешным, вот, в том числе с применением самых последних военных разработок американских и европейских, кстати. Украина, вот это обращение к народу России, Байден так и сказал, я обращаюсь к народу России, и продолжу, что Соединенные Штаты и страны Европы не собирались и не собираются уничтожать Россию, я цитирую дословно, Запад не собирался нападать на Россию, как об этом говорит Путин, эту войну выбрал Путин, и он может ее немедленно прекратить, но мы накажем всех, кто совершает военные преступления, преступления против человечности. Он там далее также обращался к россиянам, которые, он сказал, что есть около миллиона россиян, которые хотят все-таки жить в свободно-демократической стране, и которые, ну, все-таки выступают и против войны, фактически. Вот этот адресат понятен, адресат понятен, но, скажем так, достаточно ли вот в этом обращении к российскому народу было определенных каких-то таких тоже сигналов для того, чтобы этот тезис был услышан, и о чем он говорит? Потому что мы сегодня уже несколько раз анализировали обращение Байдена очень часто, да, вспоминая вот этот период активной активизации, активизации используют, не используют Кремль ядерное оружие тактическое по отношению к Украине. Мы всегда вспоминаем эту цитату Байдена, где мы понимаем, к кому он обращался, don't do it, да, не делай этого, и было понятно, к кому. Но вот здесь, вот в этом обращении, это о чем говорит, и, ну, я не буду спрашивать, будет ли это услышано, потому что я понимаю, что, да, ну, будет, не будет, это такая... Кто-то услышит, кто-то не услышит, такое дело. Но вот если мы говорим более глобально, вот это обращение к россиянам, о чем оно свидетельствует, по вашему мнению? Ну, оно, на самом деле, сделано, да, для проформы. Я не думаю, что Джо Байден всерьез рассчитывает, что его услышат. Те россияне, кому это отрисовано, потому что, как бы, нормальные россияне, да, которые знают, что Путин начнет войну, им не нужны слова Джо Байдена, да, о том, что США не нападали и не нападают на Россию. Это и так знают, да. А те россияне, которые это не знают, они находятся вот в такой эхокамере, и достучаться туда невозможно, да. Вот Владимир Зеленский тоже пытался, ну, как просто хороший человек, да, с добрым сердцем, он действительно апеллировал к россиянам, к русским людям, вот, мол, вы же не такие, а потом вот понял, что это все бесполезно. Ну, Джо Байден это делает для проформы, да, чтобы это осталось в истории. Это важно проговорить, как бы, вот, только, мне кажется, с этой целью, потому что иначе нет смысла. Мне больше, кстати, понравилось его фактическое обращение к Путину. Он же как-то сказал, что диктаторы понимают только одно слово. Нет, 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 я не отдам свою свободу, нет, я не отдам свою демократию и так далее. Кстати, в этом было очень много, я думаю, и не только, как бы, от лица Украины, да, что он это говорил, но это он говорил от лица США тоже, ведь русские нападали на американскую демократию очень серьезно, начиная там с 2015 года, когда начался предвыборный цикл, да, потом во время выборов, потом во время следующих выборов, потом снова. Вот, то есть это все, как бы, все, да, звенья одной цепи. На самом деле американцы знают, что такое страдать от актов Путина, не таких, конечно, чудовищных и просто человека, уничтожающих, да, там, античеловечных актов, которые он совершает отношения к Украине, но вот помните, когда русские там хакеры взламывали системы трубопроводов, там, атаковывали какие-то инфраструктурные компании американские, даже некоторые, между прочим, республиканцы, конгрессмены, сенаторы называли это Act of War, актов войны, и уже тогда предлагали, да, там, как бы, Россию наказать. Так что, действительно, у Путина много средств в арсенале, он ведет несколько войн параллельно, он ведет горячую войну против Украины, он ведет информационную войну против Украины, в первую очередь, ну, против, там, западного мира, он ведет кибервойны, да, тут уже все страдают, вот, поэтому Джо Байден, как бы, на самом деле, лично сказал это Путину, вот, и, мне кажется, вот это, как бы, тоже понятно, что, что там Путин услышит это, растрогается и убежит. Нет, конечно, вот, все, как бы, все было предсказуемо, на самом деле. Байден сказал то, что должен сказать лидер самой могущественной державы мира, кстати, заслуженно самой могущественной, экономической, военной, политической и так далее. А Путин сказал то, что полагается сказать вот лидеру страны, ну, как бы, уже скатывающейся к третьему миру, да, вот, а инфраструктура только в России еще есть, поэтому это нельзя назвать страной третьего мира. Ну, так, в принципе, страна, естественно, второго мира, страна-изгой, страна-маргинал, страна-изолирующаяся, страна, которая просто себя сама сжала до, несмотря на то, что она остается в пределах, да, в больших размерах своих территориально, по смыслу эта страна сжалась до просто какой-то африканского племени, да, и вот, ну, вот, кроме, если бы не ядерное оружие, честно говоря, конечно, ох, России вообще вопрос-то никто бы даже не замечал, да, вот такая большая страна, но ее бы не замечали, это правда. Вот, понимаете, в чем ужас. Я думаю, что русские это где-то понимают, там, вот, и себя, потому что где-то далеко на Баскорке, иначе бы они себя так не вели. — Карина, и в заключении вопрос, знаешь, все-таки пропаганда российская сегодня как только не изгалялась, ну, и вчера особенно, да? — Ой, над чем? — Над Байденом, что вот... — Да, вчера писали, что это не Байден, вообще это не приехал не Байден, такое, ой, да, вчера... — Да, но теперь пишут о том, что все так плохи дела у демократов, представляешь, что пришлось старику Байдену ехать вот в это турне. — На войну. — На войну, да. Вот скажи мне, настолько ли в плохи дела у демократов, и какой месседж все-таки он действительно ведь посылает его и американскому обществу этим своим историческим визитам? Какой месседж этот, да, чтобы опровергнуть то, что пишет пропаганда? — Ты знаешь, Сакен, опровергать то, что пишет российская пропаганда, нельзя, потому что это, во-первых, это просто в каком-то смысле это бьюти, это красота, это так безумно, что это уже, да, заслуживает какого-то отдельного признания, да? Значит, что касается дела у демократов, дела у демократов идут, честно говоря, хорошо. В Америке снижается инфляция, все ожидали рецессию, никакой рецессии, похоже, не будет, все так потихонечку восстанавливается, цены на бензин снова нормальные. Так что, кстати, рейтинги у Байдена подрастают. Не могу сказать, что они зашкаливающие, но это нормально у всех президентов, обычно так. Вот, как бы странно говорить, что у демократов идут плохие дела после результатов выборов ноябрьских, да, когда они побили исторический рекорд, республиканцы побили отрицательный рекорд, да, как партия, которая не находится во власти в Белом доме, которая получила самый худший результат там за десятилетия, да, на промежуточных выборах, а демократы, соответственно, показали лучший результат. Вот, это очень странно говорить, но тем не менее, понимаешь, это, как бы, дискутировать, конечно, с российской пропагандой, это прекрасно. Вот, то, что это был не Байден, но это, это да, это уже, это уже что-то по Фрейду, потому что мы знаем, что есть Путин, а может, его уже и нет, а есть, как, а есть несколько разных, каких-то непонятных, которым дают, кстати, русские шовинисты дают обидные клички, да, например, одного называют, еще цитирую, просто, чтобы показать, да, уровень шовинистов российского народа, один Удмурт у них есть, ну, это двойник Путина считается, вот, потом еще какой-то там, не знаю, ну, разные, разные, прозвище дают, естественно, всем, как всегда, вот, и это, как бы, просто по Фрейду, они, ну, понимают, что в России-то несколько президентов, и непонятно еще, кто, кто какой, и кто вообще управляет, поэтому Байден их вроде не Байден. Знаешь, ты странно, вот, они же все время там захлебываются в пене о том, как Байден находится в деменции, какой он старый, дряхлый, немощный и так далее, а неужели они его не опознали, вот, как настоящего Байдена по его, так сказать, дряхлости, немощности и так далее, да, ну, как-то вот не сходится, вот, вроде как-то, если это был не Байден, то он должен быть уже вот не такой, как они его описывают физиологически, вот. Кстати, между прочим, последняя ремарка про Байдена, да, вот обратите внимание, ну, действительно немало лет, мягко говоря, но посмотрите на его осанку, посмотрите на его выправку, ведь он вообще не несогбенный, да, не сгорбленный, потому что вот в России, если взять вот эти вот все сидели, держи морды, которые у Путина на федеральном послании, это же, да, им по 60, а они уже похожи на труп, вставший из гроба, вот, а Байден 78 лет, у человека такая вообще осанка и такая походка, любой молодой, по-другому, я считаю. — Нэнси Пелоси. — Спасибо. Кстати, в конце, Карина, в конце, там, посмотришь, когда посмотришь видео, его окружили дети, и он для того, чтобы с ним сфотографироваться, присел, ну, колено преклонил, и все спокойно, и присел, и встал. — А вот Путина не пришло у тебя, да? — И присел, и у Путина были бы особые дети, как мы понимаем, поэтому дети-двойники. Спасибо, Карина, тебе за включение, всегда очень рады.